В целом ситуацию с российско-американскими отношениями оцениваю как очень положительную, как может быть это ни странно звучит. Потому что у меня хорошо в памяти тот период, когда мы находились в состоянии готовности начать друг против друга ядерную войну, и это было совсем недавно, когда в воздухе непрерывно баражировали воздушные пункты управления, когда группировки войск НАТО и Советского Союза в мирного времени были развернуты в количестве необходимого для начала войны, когда все учения проводились группировками, предназначенными для проведения первых наступательных операций, это было все совершенно недавно. Холодная война закончилась, идеологическое противостояние закончилось, и началось противостояние культур, скажем так, менталитета той или иной страны. И вот те противоречия, которые сейчас у нас проявляются, это как раз противоречия совершенно другого качества, и слава Богу, что это такие противоречия, а не какие-нибудь другие. Но вся проблема с американцами состоит в том, что у нас нет солидного фундамента экономического для сотрудничества, то, что мы хотим делать. То, что у них есть с Китаем. Единственная сфера, где действительно у нас есть совершенно четкий общий интерес, это ядерное вооружение. Причем, чем больше мы их сокращаем, тем больше мы разрушаем тот фундамент, который у нас остался единственным. Мы возвращаемся к проблеме не распространения, а не сокращения ядерных вооружений. Потому что действительно проблема сокращения ядерных вооружений, она не является ключевой для наших государств. Потому что у нас нет необходимости в опоре на ядерное вооружение. Но нас заставляет заниматься вопросами сокращения ядерных вооружений именно необходимость решения задачи нераспространения. Потому что то, как мы движемся, пусть медленно, но все-таки движемся в сторону сокращения, говорит, что мы уважаем договор о неспространении ядерного оружия. И мы можем вправе какие-то требования к другим государствам предъявлять. А проблемы действительно очень важны, потому что реальная угроза распространения ядерного оружия существует. И более того, лавинообразного процесса, если не дай бог Иран станет ядерным. Поэтому эта проблема действительно актуальна. Что касается конкретных каких-то направлений, программа «Нанолугора». Ну, в условиях, когда сами Соединенные Штаты ищут, где бы сократить свой бюджет, наверное, а мы уже можем как-то изыскивать средства, наверное, вполне было бы логично говорить о том, что сами справимся. Но, с другой стороны, программа «Нанолугора» на сегодняшний день имеет и другие аспекты. Ведь это в определенной степени прозрачность в части вопросов, связанных с ядерным оружием, с хранением в том числе ядерного оружия, с ядерной безопасностью. И здесь была определенная асимметрия. И вот Роуз Геттемюллер, который будет продолжать заниматься этими вопросами, давно высказывала мысль, что американской стороне надо предусмотреть что-то, какое-то соглашение, чтобы наши специалисты могли приезжать, пусть не инспектировать, вроде бы нечего инспектировать, но, по крайней мере, знакомиться и быть симметрично информированы по аналогичным вопросам с американской стороны. Поэтому я не исключаю, что то соглашение, которое упоминалось, там пока конкретно трудно говорить, что там может быть, это больше замысел какой-то еще в головах. Не исключено, что оно будет вот такие вот вопросы содержать, потому что это в целом полезно. Так же, как и сам переговорный процесс по ядерной тематике, правда, сначала надо выполнить тот договор, который был. И я думаю, здесь скорее можно рассчитывать, что мы будем разговаривать в первую очередь с американцами по проблемам противоракетной обороны и лишь в последующем по проблеме дальнейших сокращений ядерных вооружений. Необходимо нам не забывать, что в основном вызовы в области нераспространения остаются теми же, что они были 5-7 лет назад. Те же региональные проблемы, проблематика безопасности ядерных материалов, проще говоря, предотвращение доступа несанкционированного к ядерным материалам, технологиям. В целом проблематика не изменилась. Совпадают ли российско-американские интересы в этой области? Безусловно. Другое вопрос, что зачастую, как, например, в случае с Ираном, мы имеем разное видение тех механизмов и инструментов, которые могут использоваться для достижения главной цели, а именно предотвращения появления новых стран, обладающих ядерным оружием. Это первое. Второе, что касается российско-американского взаимодействия в ядерной области, в области нераспространения, то, на мой взгляд, у России-то в целом нет намерений прекращать сотрудничество. В России вполне очевидный посыл заменить юридическую базу, где-то формат взаимодействия по этой тематике, потому что, нравится нам это или нет, но основная юридическая база, форматы взаимодействия по многим вопросам нераспространения закладывались ядерной безопасности в начале 90-х годов и асимметрично, о чем уже Павел Золотарев здесь говорил. И в этой связи это должно быть устранено. Но и кроме того, опять же, Россия сегодня иная с точки зрения финансовых возможностей. Поэтому, возвращаясь к Нану Лугуру, я не вижу той драмы, которую описывают сегодня отчасти российские, в первую очередь западные СМИ, с возможностью не пролонгации данного соглашения, потому что необходимо признать и в России, в том числе и в Москве, что первое соглашение сыграло крайне важную роль в решении тех задач, которые в области нераспространения стояли перед Российской Федерацией, в первую очередь после распада Советского Союза. И помощь была оказана, и она была крайне полезной. Сегодня Россия находится, а, в иной экономической ситуации, как сказал, б, большинство вопросов здесь уже были решены, поэтому проделан большой объем работы. Я думаю, что нам надо поблагодарить, в первую очередь, американских коллег за помощь и найти новый формат продолжения взаимодействия, но уже на равноправной основе. Поэтому я думаю, что намерение России не продолжать сотрудничество в рамках, как называемой, программы «Нану Лугуру» в старом формате, оно вряд ли кого-то по-серьезному должно удивлять. Более того, в США среди известных специалистов, например, Мэтт Бан, который работал в демократических администрациях, при Клинтоне, если я правильно помню, раздаются здравые голоса, что действительно нужна новая база. Новая база, опять же, важно, чтобы была преемственность, но очевидно, что многие специалисты, или не скажу многие, но, по крайней мере, есть специалисты, которые хорошо понимают, что в нынешнем виде сотрудничества больше невозможно, когда в рамках базовых соглашений подчеркивают, что Россия получает помощь на безопасность ядерного оружия и так далее. Это первое, если говорить по программам. Второе, Павел Семенович, очень важный аспект затронул – экономический фундамент. Нераспространение крайне важно, эта тематика близка нам, потому что мы и занимаемся на ежедневной основе, но необходимо помнить другой аспект, что без экономического фундамента действительно отношения вряд ли можно в долгосрочной перспективе рассматривать как устойчивые. И одно из направлений, которое в последнее время получило, на мой взгляд, хороший импульс, имеет перспективы дальнейшего развития – это гражданская атомная энергетика. В январе 2011 года вступило соглашение межправительственное российско-американское о сотрудничестве в области атомной энергетики. И, на мой взгляд, именно это соглашение, которое часто еще называют соглашение 1-2-3 по номеру соответствующей статьи закона об атомной энергии США 1954 года, на мой взгляд, именно это соглашение может стать рамочным для целого ряда направлений, не всех, но целого ряда направлений взаимодействия по ядерной тематике, в том числе по вопросам ядерной безопасности. Если говорить о ядерной области в целом, гражданская атомная энергетика, есть целый ряд других направлений, в первую очередь связанных с научно-исследовательской работой, где, я думаю, есть взаимный интерес сотрудничать на коммерческой основе, поскольку у России планы в области гражданской атомной энергетики достаточно амбициозные. Американцы являются лидерами по количеству эксплуатируемых атомных энергоблоков. И есть целый ряд общих вопросов, остающихся нерешенными, которые в первую очередь лежат в технологической плоскости, как, например, что делать с отходами, с облученным ядерным топливом. Это проблема и финансирования, но в первую очередь это вопрос технологий. Технологий нет, и объединение усилий в этой области, безусловно, может пойти на пользу обеим сторонам. И здесь же важный аспект, много работ сегодня ведется, в том числе и под крышей Международного океана доступа атомной энергии, разработать реакторы, которые безопасны с точки зрения и распространения с точки зрения ядерной безопасности. То есть, чтобы они уже в самой технологии, в самой конструкции реакторов была заложена невозможность таких аварий, как произошло это в Чернополе, либо как это случилось на Фокусиме. Фокусиме Продолжение следует...